Продолжение следует... Очень хотелось бы услышать ответы на следующие, главные в этом видео тезисы Бояшинова по его мнению, уничижающие Виктора и в целом его взгляд на науку. Тезис озвученный в первых минутах ролика о том, что вся современная электроника, в том числе микроэлектроника, компьютеры, чипы, процессоры, выращивание кристаллов проектируются и создаются на основе принципов квантовой механики. Это, в свою очередь, доказывает полную несостоятельность физики Катюшка. Ну вот в огороде Бузина в Киеве дядька. Как Бузина может доказать несостоятельность идеи дядьки? Вот как? Нет причинно-следственной связи. Вот прежде всего, прежде чем критиковать, надо сосредоточиться. Вот давайте. Электроника и представление Чебураша как квантовой механики могут доказать неверность вывода. Как? Вот давайте. Электроника как доказывает вывод? Да никак. Это вот не сходится ваша обыслительная схема. Компьютер как доказывает? Катюшек сказал, что гравитация на протяжении. Это доказывает компьютер, что это неправильно. Вот есть компьютер, он доказывает. Как? Катюшек сказал, что тяготение не прямое, а через приталкивание. Как компьютер это может доказать? Некросхемы, чипы, процессоры, выращивание кристаллов. Давайте вырастим кристалл соли и попытаемся притянуть сюда квантовую механику. Вот кристалл соли вы выращиваете механическим способом. Это наглядно, это просто. Для того, чтобы вырастить кристалл соли, вам не надо рядом с банкой, где это выращивается, садить дуру, которая думает что-то о квантовой механике. Дура с мыслями о квантовой механике вам никак не поможет вырастить кристалл соли. Вот вы взяли концентрированный раствор соли, поместили туда базу для наращивания кристалла, и у вас начал наращиваться кристалл. Посадили вы рядом квантово-механическую дуру, или квантово-механическую умницу. Одно с другим не связано, понимаете? Выращивание кристаллов. Вот что вы несете? Вы несете полоумную чушь, которая не имеет смысла. Одно с другим не связано. Вот та часть псевдонауки, которую я критикую, она никак не связана ни с микроэлектроникой, ни с компьютерами, ни с чипами. У вас не получится через это как-то раскритиковать меня. Просто не парьтесь, вы выглядите идиотами, когда это делаете. Пока ваша мысль не сформулирована, утверждение такое-то, в части такое-то является несостоятельным по такой-то причине. Это все, ну, бред, слабоумие. И это попытки ваши изъежиться и хоть что-то сделать. Вы ничего не можете сделать. Вот те материалы, которые я даю, безупречны. Вам приговор, вы все уже. Ваша бредовая вот эта теория, им кранты, они безмозглые. И в результате вы пытаетесь что-то, хоть что-то поперек. Давайте скажем котюшеку что-то поперек, давайте про кристаллы скажем, про компьютеры. Может прокатит. Не прокатит. Вы сначала подумайте, напрягите там вот эти вот мурашки у вас в голове есть, между зеленами прячутся. Вы их напрягите и выдайте. Вам не надо много-много всякой фигни придумать. Вам надо придумать, прежде всего, одну ерунду какую-то придумать. Утверждение котюшеков, в части такое-то, является неведомым по такой-то причине. Вот одну. Вы за все время вот всей толпой этих физичков, математичков, бедолажечек не смогли. Если ваша мысль не докудахтывается, то она невыхрюкиваема. Невозможно раскритиковать котюшека, успокойтесь. Смотрел я этот ролик Бояшинова, ну и нечего обсуждать. Вот интеллектуальной претензии в сформулированном виде нет. Есть какие-то вот эти хотелки. Чтобы это было как-то, чтобы квантовая механика хара, хура, хара-хура. Что хара-хура? Бред полный. Мысль не сформулирована. Далее. Примерно середина ролика Бояшинова понесло в глобализацию. И то, как это прекрасно. Кстати, здесь уже начинают попахивать политикам Соросом. Можно обратить видео, ответив внимание, что сорсята не случайно лучкуются. Совсем недавно Саватеев поливал грязью Виктора на стриме Бояшинова. Ребята явно работают в одной связке. Ну, эти догадки от себя лично хочу добавить, что... Хотя уже и высказывал эту мысль ранее, что подробный разбор именно о таких роликах, где предметно разбираются тезисы более-менее значимых спикеров по темам научно-технологической и политической проблематики, будут больше... Да-да-да, учеными-последователями, Сурдина и ЭКО. А-а-а... Спасибо. Спасибо, Войду, ну-ка, как... Если надо учесть, что военная технология – это именно острие технологического, то даже квантовый компьютер, инсклюблятор пространства, машина времени... Дэдмен. Виктор, вот доказательства официальной науки нереальности нашей Вселенной. Я уверен, что мы живем в симуляции, и скорость света – это скорость распространения изменений, а точнее радиус просчета симуляции от точки наблюдателя. В частях, где нет наблюдателя, локальный расчет не производится. Вот материал. Чё, глянем. На фоне громких мировых событий, вручение Нобелевской премии по физике в 2022 году осталось в тени. Очень зря, ведь премию выдали за доказательство того, что наша Вселенная не является реальной. Тогда мы не оговорились, реальность оказалась сложнее, чем кажется. И теория Илона Маска о том, что мы живем в симуляции, заиграла новыми красками. В ближайшие пару минут мы постараемся объяснить революцию в понимании Вселенной и космоса простыми словами. Начнем с понимания того, что вообще считается реальным с точки зрения физики. Парадоксально, но вопрос веками был проблемой для научного сообщества. Интуитивно мы можем отделить свой сон с обнаженной Скарлетт Йоханссон, скачущей на выдре по Хогвартсу от реальности. Но наука не любит интуитивность. Она любит четкие определения и сухие формулировки. Вы наверняка часто слышали определения «локальный реализм», «реальность в локальном масштабе» и прочие вариации, где слово «реальность» сочетается с локальностью. Это и есть то самое определение реальности, которое существовало до 2022 года. Реальным в физике со времен Ньютона считается то, у чего есть определенные и конечные характеристики вне зависимости от наблюдателя. Обмен на понятие, вранье, локальный реализм, конечные характеристики – это сопрежуйство, направленное на тему, чтобы как-то игрой слов ограничить всю ту же реальную протяженность бесконечного пространства. У нас есть бесконечное пространство, и есть курочки, которые вот тут собрались поговорить, лялята-поляпа, бормотали об этом. То вот этими фразами ограничили пространство, ограничили область исследования. Должно быть четко определено, конечно должно быть. Зачем он говорит здесь конечно? В рунишке. Скарлетт Йоханссон существует только в вашем сне, появляясь и исчезая. А вот новогодний мандарин в магазине будет оранжевым еще до того, как вы пойдете за покупками. Есть и достаточно популярный философский вопрос о дереве, падающем в безлюдном лесу. Будет ли звук падения, если его некому услышать? С точки зрения физики вопрос долгое время был нерелевантным. Разумеется, звук будет. У дерева есть физические характеристики, а следовательно взаимодействовать с окружающим миром оно будет не всегда предсказуемо, но всегда согласно законам физики. А люди в этом уравнении лишь могут выступить барабанными перепонками, чтобы звук уловить. Другими словами, зная характеристики объекта и его поведение, всегда можно предсказать. Это, собственно, второй постулат реальности, озвученный Ньютоном. Знаменитый ученый утверждал, что если вы знаете позиции, скорости и характеристики объектов, а также в курсе всех сил, которые на них действуют, вы легко предскажете, что с ними случится в будущем. А заодно и в прошлом. Выглядит железобетонно, не правда ли? Вот и Эйнштейн Ньютона горячо поддерживал. Да и вся астрономия чего уж там. Планеты, астероиды и другие галактики открыты как раз руководствуясь этим принципом. Сейчас мы знаем характеристики Солнца, его скорость, а также все действующие на него силы. И легко можем предсказать, что следующее солнечное затмение случится в 2024 году. По такой же логике открыт Уран, а судьба объектов Солнечной системы расписана на тысячелетия вперед. Слово «локальный» добавляют к определению реальности, чтобы внести ясность в сам процесс взаимодействия объектов. Влиять на другие объекты могут только находящиеся неподалеку. И скорость распространения... Ну, еще одно вранье. Влиять на другие объекты могут только находящиеся неподалеку. Вранье. В нашей Вселенной все влияет на все. Каждая частица в нашей галактике влияет на каждую частицу в другой галактике. Незначительно, маленечко, чуть-чуть. Но на уровне больших масс это уже сказывается. И даже вот просто допускать возможность, что какая-то сила при моментальном дальнодействии в нашей Вселенной может где-то на что-то не влиять, но это некорректно. У вас должна быть волшебная стена, чтобы гравитация от Солнца не распространялась на другие края нашей галактики. Она хоть чуточку распространяется. Ну, воздействует. Распространяется полностью по графику единицы на квадрат. Везде распространяется. Ну, просто ввиду удаления сама сила незначительна. Но влияет все. Сам-то здесь некорректный. И скорость распространения этого влияния имеет всем знакомый предел в виде скорости света. Вообще, вранье. Скорость распространения имеет моментальное дальнодействие. Это посчитано. Вижу еще до нас за несколько поколений по различным проявлениям. Поищите в интернете это и есть. А скорость света это начали после этого придурка Эйнштейна вводить. Важно понимать, что под локальными и находящимися неподалеку объектами в физике подразумеваются необязательно находящиеся рядом. Звезда Аль-де-Баран в 65 световых годах для наблюдателя на Земле считается локальной. Свет от нее, ложащийся на сетчатку человеческого глаза и взаимодействующий с ней, локален, так как на своем пути распространяется через близлежащее пространство. Гравитационное есть взаимодействие, да, и есть источник света. Вот источник света он гораздо медленнее. Но это не значит, что все взаимодействия у нас стали световыми и скорость подравнялась под скорость света. Вранье. Никаких законов не нарушает. Распространяясь, простите, за каламбур со скоростью света. Но не выше. Другими словами, локальность это... Вот, то есть тут же, ну, это просто уговаривает себя на какую-то чушь. Мы посмотрели, 3 минуты 32. Смотрим еще пару фрагментов, если ничего интересного не появляется, гасим это видео в визду слабоумности концепции в нем содержащейся. Оговорка, чтобы исключить из определения реальности эзотерику, сверхъестественное и прочие условности. В общем, определение реальности крепкое и логичное. А потом на сцену вышла квантовая механика. Все вы в курсе эксперимента с электронами и двумя щелями. Если за электронами не наблюдать, они ведут себя как волна. Если добавить наблюдателя, электроны смущаются и начинают вести себя как частицы. Описание... Да вообще, Кейси Амеси наблюдает, как частицы не наблюдает. Нормально здесь все с наблюдением. Конечно, очень поверхностное и заранее извиняемся перед всеми физиками. Сейчас нам не нужно углубляться в сам эксперимент. Но главное понять, что квантовая механика с момента своего рождения начала ломать классическое определение реальности. Ничего квантовая механика не начала ломать. Квантовая механика – это вот сидят люди, копошатся, что-то путают, пытаются что-то смыслить, но ничего у них не насмысливается. Вот они себя умными такими квантовыми механиками считают, а результаты плачевные, смешные. Но об этом либо попозже, либо пока не будем торопиться. Мандарин на полке магазина всегда оранжевый, даже если на него никто не смотрит. Вот и электрон, по идее, должен быть вполне определенным с точки зрения физики объектом. И вести себя одинаково вне зависимости от того, смотрит на него кто-то или же нет. Наша реальность дала трещину. Так, они пытаются через смотрит или не смотрит перевести реально-нереально. Вот это вот разные полочки. Вот эти вот тезисы наблюдателя и реальность-нереальность. Реальность не может зависеть от того, кто-то смотрит или не смотрит. Если ребята какие-то эксперименты условно-корректно или условно-некорректно как-то их трактовали, реальность от этого поменяться не может, вот в любом случае. Поэтому вот это вот всё, вот это вот всё, ну такая уговаривание несмышлённых в веру, в распространение воздействия со скоростью света и в веру в нереальный мир. Если вы пишете нам из нереального мира, значит вы нереальны сами. Мы не разговариваем с нереальными объектами. Не пишите к нам нереальные люди. Спасибо за внимание. С вами был Виктор Катючев, канал Научный Трибунал. Мы потешаемся с достижением современной физики и с достижением современной мысли. Наблюдаем, как цивилизация катится такая под откосик. Из-за того, что в нашу планету захватили дуры. Они засели уже во всех академиях наук. Бормочет что угодно. Студентов деформируют в мышлительном плане. Содомия интеллектуальная распространяется на человечество. Мы пытаемся сдержать этот процесс. Подключайтесь, кто может. Кто-нибудь с этим делать. С вами был Виктор Катючев, канал Научный Трибунал 2. Всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok